Шалом! Шалом, шалом, шалом! Здорово видеть вас всех сегодня вечером. Вы продолжаете приходить, вы возвращаетесь. Это здорово. Некоторые из вас должны возвращаться, потому что вы студенты библейской школы. А ну поднимите руки, пожалуйста, студенты, кто обязан быть здесь, потому что вы в школе. Но правда вам нравится в любом случае. Здорово видеть новые лица сегодня. Хорошие мессианские верующие и гости из церквей. Кто-то из вас члены общины Свет Мессии. Некоторые лица, которые я наблюдаю уже последние 10 лет, когда приезжаю. Здорово вас видеть сегодня вечером. Это удивительно, как Бог помещает любовь свою в наши сердца друг к другу. Потому что мы все в одной команде. Аминь. И мы сражаемся в одной битве. Вы сражаетесь здесь, в Одессе, и я сражаюсь в Далласе. Но Царство Божье, оно распространено по всему миру. Поэтому мы в Царстве вместе. И, согласно Писанию, мы уже являемся представителями Царства здесь и сегодня, Его Царства. Аминь. Аминь. Окей, если вы взяли свои конспекты, по которым мы движемся, то мы на том месте, где остановились вчера. И я знаю, что я возможности оверэмфизировал несколько моментов. И мне кажется, что вчера я уделил внимание достаточно некоторым моментам. Тому, почему есть нужда в пророческом служении здесь, сейчас, внутри общины церквей. Первое Коринфянам 14, 3. Если мы собираемся двигаться в пророческом служении, нам надо запомнить с вами этот стих. Что в общинах, церквях, что в общинах, церквях, есть цель для пророческого служения. И это цель ободрять, строить, утешать. Другое слово, которое может использоваться, также еще вдохновлять. Восхвалять у нас используется. И все эти слова исходят из тех трех корневых слов, которые находятся в 1 Коринфянам 14, 3. Потому что Бог знает, что мы нуждаемся в большом количестве ободрения. Поэтому Он будет использовать нас, чтобы мы говорили это слово ободрения в жизни наших братьев и сестер. Через пророческое слово. Еще раз, согласно Писанию, кто может пророчествовать? Все верующие. Но только потому, что мы можем пророчествовать, не делает нас всех пророками. А в Новом Завете все еще есть место, место, которое называется служение пророка. И мы вчера закончили на том, что рассматривали именно четвертую часть, это служение пророка. И мы также отметили вчера, какова главная роль в служении пророка, людей, которые занимают эту должность. Согласно Писанию, Ефесянам 4 главы, стих 11 и последующий. И помните, что мы говорили? Первая функция служения пророков снаряжать и тренировать верующих по местной общине или церкви. Очевидно, что те, которые служат, именно занимают позицию служения пророка, они были возведены в эту должность, так сказать, служения пророка, потому что они показали в течение времени, что у них есть дар этот пророчество. Они показали великую точность. Они высвобождали за время очень точные слова пророчеств. Они указывали в своих пророчествах конкретные, специфические точности и детали, которые могут подтвердить в группе людей, которые знают. Но также они показали чувство характера, которое у них есть. И после всего этого люди в церкви вообще не могут сказать с подтверждением, да, мы подтверждаем, что ты руководствуешься даром пророчества. И лидерский состав церквей в таком случае помазывает такого человека и постановляет на должность пророка. Но мы должны понимать, мы должны понимать, что несмотря на то, что эти люди могут быть невероятно одаренными, они все еще часть целой церкви или общины. Вот здесь находится пророк, вот здесь евангелист, вот это пастырь, это учитель, и евангелист, это апостол. Они внутри церкви, они не снаружи церквей. К сожалению, очень много невероятно одаренных, талантливых, пророчески помазанных людей они провозгласили таковыми сами себя пророками. И они считают, что они находятся здесь, но являются пророками для церкви. И они видят самих себя вне церкви, и якобы обладают властью говорить церкви, что делать, а что не делать. По какой-то причине они верят и считают, что вот они уникально избранные Богом люди. И они верят, что они являются покрывалом для церкви. И у них отношение ко всему как в ветхозаветней модели пророческого служения. Я пророк. Только я имею слово от Господа. И я буду тем, кто будет говорить церкви, что делать, как быть. Но это не новозаветняя модель. Пророки находятся внутри церкви. И они часть всего целого. Они так же, как и апостольский дар, часть церкви. Так же, как и пастырский дар, часть церкви. И учительский дар, часть. И евангелисты дар, это часть. Но у нас же в церкви есть еще много-много других даров. Дар администрирования. Дар гостеприимства. Служение. Чудотворение. Дар говорения на языках. Слово мудрости. Слово знания. Все эти дары, они в церкви. И мы ходим в определенном подчинении друг к другу. Потому что на самом деле наш дар, которым мы обладаем, он дан для общего блага. Для блага всей церкви. Не для блага, который будет рекламировать и продвигать мое личное служение. В Новом Завете идет все вокруг целой общины. И служения любые вытекают из общины. И мы можем использовать дары, чтобы это делать так же. И мы можем двигаться тоже таким же образом. Итак, как же вот этот человек с даром пророчества функционирует с другими из пятигранного служения из-за взаимоотношений? Если это на самом деле человек, обладающий статусом и даром пророка, есть великая вероятность, что этот человек будет иметь взаимоотношения и с другой церковью тоже. И лидерство другой церкви или общины может говорить ему, мы принимаем, что у тебя есть дар, и принимаем так же то и верим, что у тебя дар не только для твоей церкви, но ты можешь служить и в нашей церкви этим даром. И это все исходит из взаимоотношений. И так же велика вероятность, что любой человек, который функционирует в этом статусе пророка, положения, служения пророка, может иметь взаимоотношения с многими церквями и общинами. Потому что лидерские составы этих многих церквей также могут сказать, мы распознаем и признаем тебя как пророка. И мы даем тебе власть, разрешаем тебе практиковать твой дар в наших церквях и общинах. И в итоге этот человек, обладающий этим даром, может фактически стать пророком для нации. Но возвращаемся снова. Это не говорит о том, что он стоит над всеми. Это сильный пророческий голос, который Бог поместил внутрь церкви. Вы понимаете? Смысл имеет это для вас? Итак, кое-кто спросил меня вчера. Если мой пророческий дар должен утешать, вдохновлять, ободрять, то мне делать, если я чувствую, что то, что я получаю от Бога, это как предупреждение моим братьям и сестрам? Задаемся тогда вопросом. Это предупреждение может ли утешать, приносить надежду, ободрять и помогать людям? Да. Да? Да, это может быть. Как? Каким образом? Это все об отношении. С какой подачей мы все делаем? Это вопрос верности и взаимоотношений друг с другом. Девушки, а ну, привстаньте. Две. О, давайте три. Повернитесь лицом к другим. Два шага назад сделайте. Еще, ну, больших шагов. Вы вообще подруги? Да. Вы подруги, да? Вы вообще диалоги ведете, беседы ведете друг с другом? Да. Вы разговариваете друг с другом. Вы нравитесь друг другу? Да. Хорошо. Итак. Допустим, Бог говорит в ее сердце, И то, что он говорит, это предупреждение для одной из подруг. Может ли она сказать ей, Послушай, моя дорогая подруга, Я продолжаю слышать вот это слово. И я верю, что это для тебя. Я думаю, что это для тебя. Позволь мне поделиться этим словом с тобой. И давай помолимся об этом вместе. Обидится ли эта подруга, Если таким образом высвободится слово предупреждение? Нет. Потому что она проявила любовь, говоря это слово. И она хочет помочь ей. Но, Но, например, Бог дал ей слово для ее второй подруги. Тоже слово предупреждение. И она говорит, Бог сказал мне сказать тебе, Сказал передать тебе, что лучше тебе не делать вот так-то, вот так-то и вот так-то, Потому что, если ты продолжишь, суд Божий придет в твою жизнь. Страшно? Я грозно выгляжу? Я старалась. Нехорошо. Потому что ее слова звучат так, как будто она лучше своей подруги. Это как высокомерие. Вы увидели разницу? Иногда передача наших слов — это всего лишь вопрос нашей зрелости и отношения. Давайте скажем так. Бог продолжает говорить вам, давать вам, как члену общины. Слово, которое выглядит как слово предупреждения ко всей общине. И вы просто продолжаете это слышать настойчиво. Что же вы делаете? Вы не идете разговаривать с каждым отдельно взятым человеком в общине. И начинайте говорить, Бог сказал мне, что что-то грядет в нашу общину. И что-то плохое грядет, потому что наши старейшины вообще грешники и в грехах находятся. Понимаете? Что вы должны сделать? Вы приходите и назначаете встречу с кем-то из лидерского состава. С одними старейшин. Может быть, с самым старшим возглавляющим церковь. Будь то пастырь или епископ, как должность называется. Или если вы считаете, что вы не можете пойти поговорить ни с кем из них из-за старейшин. То вы говорите и обращаетесь к кому-то из лидеров, у кого есть лидерская позиция. Которые находятся под старейшинами. И говорите то, что получили с правильным отношением. Я просто продолжаю слышать вот это слово. Но я хочу ходить в подчинении кому-то, кто в лидерстве находится. И когда вы высвободили это слово, вы сделали свою работу. Правильно? Потому что ответственность человека с даром пророчества — это просто высвободить слово, которое он верит, что он получил от Господа. Переводим снова. Ответственность пророчествующего человека — просто высвободить слово, которое он слышит и верит, что он получил от Господа. Мы доставляем это слово. Но мы потом не контролируем и не проверяем исполнение его. Потом мы просто доверяем лидерскому составу. Да? Хорошо. Это то, как оно работает. Поднимите руки, кто из вас реально верит, что он призван к ходатайственной молитве? Хорошо. Хорошо. И как многие из вас, которая позвольствует это в вас? А кто из общины может подтвердить и, ну, подтверждал, что да, у тебя есть этот дар ходатайства? Есть такие люди, которые знают, что их дар подтвержден другими членами общины. Позвольте мне сказать, что Бог дал вам. Он будет давать вам ходатай сны и видения о вещах, которые будут происходить. И они могут быть как предупреждения. Они будут вопросы духовной брани. И, естественно, ваша первая ответственность — вынести это в молитву, то есть начать молиться об этом. Но если вы получаете сны и видения, вот подобные таким, то вы должны поделиться этим с лидерским составом. В правильном отношении передать это. И потом лидерский состав, вы должны позволить ему взвесить это слово, оценить, поразмышлять над этим словом. И лидерский состав будет принимать решение. Хорошо? Все нормально? У нас в видеозаписи вопросы на перерыве. Хорошо? Хорошо. Мы дошли до вот этой линии. Пока понятно. Дальше мы переходим к пункту номер шесть в наших конспектах. Какова же цель новозаветнего пророческого служения? И цель очень ясна. Мы призваны строить церковь и расширять царство. И для блага всей общины наш дар. Мой дар, он для блага всей общины. Мой дар для того, чтобы все верующие вошли в зрелость. И мой дар для того, чтобы строить и помогать расширяться царству. Буква Б у нас идет дальше. Как мы уже и говорили. Снаряжать. Учить. Подготавливать народ Божий для дел служения. Для того, чтобы помочь установить единство в теле. Послушайте, работа дара для того, чтобы принести единство в церковь, а не разделение. Поэтому мы не делаем и не занимаемся сравниванием наших даров и соревнованием друг с другом. Потому что все наши дары важны, и все наши дары есть нужда в них. Итак, наши дары, они для того, чтобы принести единство в поместную церковь и общину. И делать зрелыми святых. Буква С. Мы все на... Чтобы не записывали, есть конспект. Просто не все знают. Смотрите, конспект, он по 10 гривен, потом вернете. Пусть сосед, у которого есть конспект, скажет, на какой страничке мы находимся. Итак, цифру С мы видели множество раз на 14-й странице. И это все еще 1 Коринфянам 14, 3. Итак, буква Д. Давать инструкции. Там у нас есть пустота номер 43. Мы записываем слово инструкции. И иногда мы с вами даем инструкции и даже не догадываемся, что мы даем инструкции. Мы просто делимся тем, что услышали. Или то, что увидели. И иногда то, что мы с вами могли услышать от Господа или увидеть, является ответом на чью-то молитву. Кто из вас молился когда-либо? Это хорошо. Кто из вас когда-либо молился, и у вас была нужда услышать ответ, инструкцию, направление получить? Да, все мы молились так. И иногда кто-то может прийти и высвободить вам пророческое слово. И они не знают, что они дают вам инструкции. Они просто делятся тем, что услышали или увидели. А на самом деле это ответ на вашу молитву. Да? Да, было такое. И когда они делают такое, вы должны приобнять их и сказать, ну спасибо тебе, дорогой, огромное. Ты просто сейчас использовал свой дар для славы Божьей. Буква И английская. 1 Коринфянам 14, 22 говорит о том, что это будет знамением для верующих. Бог посреди нас. Бог движется посреди нас. Бог в нас. И Он высвобождает Своё Слово через нас. И то, что Бог говорит через нас, оно и свершится. Поэтому Бог посреди нас. И Он любит нас. Он снаряжает нас. Он подготавливает нас. И Он использует каждого из нас, чтобы это свершилось. И это невероятное знамение Его присутствия. Буква Ф английская. Цифра номер 44. Пустота заполняем. Обличение. Принести обличение неверующим. Неверующие, когда сталкиваются с пророческим служением на практике, Первое, что они спрашивают, «Ты что, экстрасенс?» Нет. Мы движемся в другом духе. Мы слышим рема, откровения от света. И то, что мы передаем вам, это гораздо больше, чем просто информация. Это свет и жизнь. И на самом деле это Дух Божий. И неверующие люди, когда видят или сталкиваются с пророчествами в своей жизни, это побуждает их отдать свои жизни Ишуа, стать верующими. Следующий пункт. Пророческое служение раскрывает секреты сердец. Кто из вас начал нервничать, когда мы вот это произнесли? Я не хочу, чтобы все знали секреты моего сердца. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я владею невероятным пророческим даром. И я могу видеть все, что в глубине твоего сердца. Так это не работает. Никогда, никогда не бойтесь ни грамма, даже самого великого пророка, с которым бы вы не столкнулись. Бог знает причины и нет никакой радости дать мне информацию о всех грехах, о всем мусоре, о всех проблемах вашего сердца. Это никому не доставляет пользы. Я грешник. Я был спасен, освящен, но я продолжаю ошибаться, грешить. Согрешать продолжаю, и пророческие люди с пророческим даром, они простые люди. И мне вообще нет никакого дела до греха, с которым ты борешься в твоей жизни. Но Бог может дать мне слово, которое может помочь тебе выйти из того состояния, в котором ты находишься. Может быть, Бог даст мне слово, которое поможет различить твердыню, с которой ты борешься. Но Бог может открыть вещи любые пророчествующему человеку, которые только ты и Бог знают о тебе самом. Тогда вы будете осознавать, что «Ого!» Бог действительно знает. Бог действительно знает, что проходит внутри меня, происходит. Это должен быть только Бог. Потому что никто, никто этого не знал. Поэтому, если Бог говорит мне об этом, значит, Бог на самом деле знает меня. Он действительно любит меня. И Он действительно хочет помочь разобраться меня с проблемами в моей жизни. Да? Кто из вас хочет знать, что Бог знает, что вы здесь? Вот вы просто вот хотите, чтобы Он знал, что вы здесь? Потому что бывают времена, когда мы чувствуем себя в полном одиночестве. И бывают времена, когда мы живем и чувствуем, что что-то блок стоит между нами и небесами. И иногда мы допускаем мысль, что Бог вообще о нас забыл. А потом Бог посылает пророческое слово, которое говорит о чем-то, что вообще никто об этом знать не может. И мы такие понимаем, что Бог таки знает меня. И Ему небезразлично. Да? Аминь? Аминь. И последний пункт для демонстрирования присутствия Божьего. Когда движется пророческое служение, очевидно, что присутствие Божье в Доме Божьем. Бог посреди нас. И тогда мы получаем ободрение. Что еще делает? Чем занимается пророческое служение? Следующий пункт, седьмой. Это служение прославляет Бога. Для чего мы должны позволять Богу использовать нас, чтобы пророчествовать? Потому что это прославляет Бога. Потому что, видите, в пророчестве идет, знаете, такой творящий элемент, момент творения. Понимаете? Потому что мы говорим что-то, что мы не знали. То есть Бог творит это знание и помещает нас, и мы высвобождаем его. Кто единственный, кто может творить? Бог. Дьявол не может творить. Он может подделки делать, но он творить не может. Поэтому, когда высвобождается вперед настоящее пророческое служение, это приносит славу Богу. Следующий пункт, оно являет Божью любовь. И мы уже говорили, каким образом оно являет любовь. Третье. Пророческое служение подтверждает его волю. Вы о чем-то молились. Вы читали в Библии и понимали, что, может быть, это ответ. Послание в субботу или воскресенье тоже выглядело как ответ. И вы практически вот уже уверены в том, что Бог вам отвечает. А потом он дает вам пророческое слово через брата или сестру. И оно соответствует с тем, что вы читали в Писании. С тем, что проповедовалось в субботу и воскресенье. И оно происходит как подтверждение. Кто из вас помнит историю Гидеона? У него было посещение ангелов. И они говорят, эй, великий воин! Он не чувствовал себя великим. Он прятался в винодавильне, да, в пещерах. И он пытался прятаться от народов, которые уничтожали их. Медианитян. И он пытался в ужасе спрятаться. Потому что медианиты приходили и воровали от них все. И они делали это, грабили их годами. И народ Израиля ничего с этим не мог сделать. Поэтому они очень в трусости такой, знаете, прятались. И тут ангел приходит, Господь, и говорит, эй, великий воин! Ты что, ко мне вообще обращаешься? И он дал ему слово. И он говорит, ты поднимешься, будешь великим воином, и освободишь народ Израиля от его врагов. Та ну брось! Та никогда! И он славил Бога. И он пытался знаки получить от Бога. Ну вот, пожалуйста, Господь, вот шкура пусть будет влажной, а земля сухой. И было так. Та ну не верю! Он снова молится. Ну если это все-таки ты, Боже, то пусть, пожалуйста, теперь шерсть будет сухой, а земля мокрой. И было так. Та ну не может быть! Он продолжал сомневаться и говорить это. И в одну ночь он услышал о том, что медианитяне говорили в своих шатрах. У него был сон. Большой каравай катился. Хлеб с чем-то по земле катился в сторону медианитян. И один из врагов говорит, что это точно, вот великий воин Гидеон идет снести нас всех. Как можно было увидеть Гидеона в этом каравае, в этом хлебе катящемся? Потому что сны символичны. И вот этот каравай символизировал Гидеона, потому что Гидеон этим занимался для жизни. Он, наверное, пек каравай. И когда Гидеон услышал это, он поверил. И для него это было подтверждением, что он может это сделать. Мы периодически бываем такие же медленные, как и Гидеон. И много раз Бог может продолжать говорить нам, продолжать говорить к нам. А потом он высвобождает пророческое слово, которое является подтверждением тому, что он уже говорил. Ухватитесь за него. Поверьте в него. И ходите в нем. Потому что это Бог говорит к вам. Аминь. Подтверждая свою волю. Следующий пункт позволяет высвобождать и активировать слово от Бога. Что я имею в виду под этим? Каждое слово, исходящее из уст Божьих, имеет силу. И это семя. Никогда не бывает тщетным, да? Слово Божье никогда не бывает тщетным. Поэтому его семя всегда дает плод. Да? Каждое слово, исходящее из уст Божьих, оно будет навека. И помните, архангел Габриил говорил Мириам, что не бывает Слова Божьего без силы. В other words, every word of God, every word of God, каждое, каждое Слово Божье, вмещает в себя силу, несет в себе силу. Бог сказал, «Да будет свет». И сила, которая была в этом слове, создала этот свет. Есть свет сегодня? Знаете почему? Потому что тысячи лет назад Бог сказал, «Да будет свет». Силой сказал. Поэтому это слово все еще будет существовать. Это слово все еще живое. И сила, содержащаяся в том слове, влияет на то, что мы до сих пор имеем свет. Могу ли я услышать «аллилуйя»? Это просто удивительно. У меня есть целая проповедь на эту тему. И если хотите остаться сегодня позже, конца уроков. Итак, подумайте вот о чем. Бог поместил Слово в меня. Я высвободил это слово как часть из уст Божьих. И не просто я высвободил это слово в уши слушающего. Я высвободил это слово и в атмосферу. Есть такой уровень в пророческом служении. Мы называем его пророческое провозглашение. Когда вы вместе собираетесь как община, как церковь поклоняться, и лидеры говорят, давайте сейчас прославим Господа вместе. Да? Бывает такое у вас? Когда вас приглашают, давайте присоединимся в хвале к Господу. Знаете, лидеры, которые здесь стоят и ведут служение, они не просто, ну как, чирлидеры для того, чтобы завести вас, вдохновить. Потому что когда мы вместе, как Божьи люди, высвобождаем пророческое провозглашение по вере, это влияет на духовную атмосферу. И оно изменяет духовную атмосферу. Поэтому мы, в принципе, можем идти в темные места и высвобождать пророческие провозглашения. И атмосфера может меняться от нашей декларации. Просто осознайте, всякий раз, когда вы освобождаете из своих уст Слово от Господа, вы не просто благословляете человека, вы благословляете атмосферу, вы меняете ее. Следующий пункт, пророческое Слово, пророческое служение утверждает детей Божьих. И мы говорили с вами об этом. Также следующее пророческое Слово может предупреждать. И об этом мы говорили. И пророческое Слово также может давать направление. Господь, что мне делать? Куда мне идти? Что мне делать? Чем заниматься? Любой молодой парень и девушка, кто не женат и здесь сидят, и вы задаетесь вопросом, Боже, на ком же жениться? За кого-то замуж выходить? Дайте я вас так спрошу. И все, кто уже замужем и женат, раньше точно спрашивали Бога, Боже, за кого мне выходить замуж, на ком жениться? Есть такие, да? Правда? У кого Библия есть такая? Вы нашли имя своего суженого в Библии? Нет? Я думала, что Библия все содержит, но я не мог найти Писание, которое говорит, Пол, женись на Лисе. В Библии этого нет. Знаете, где оно есть? В сердце Отца. В сердце Бога. И Бог может открыть это. Бог может открывать вещи нам. И Бог может открывать вещи через нас, другим. Помогать другим найти направление. Да? Да. Да. Поэтому мы живем и ожидаем слова поддержки и слова пророческого от наших братьев и сестер. И принимаем его. Да? У нас сейчас будет время перерыва. Субтитры создавал DimaTorzok